Представители органов местного самоуправления сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Уже в пятый раз в Лабытнанге в эту дату проводится День дублера. Только на этот раз у него новый формат. Школьники не просто окунулись в специфику работы тех, кто принимает важные решения в жизни города, но и познакомились с национальными проектами, которые успешно реализуются в Лабытнанге. А затем уже представили и свои инициативы по улучшению жизни горожан. Обо всем подробнее расскажет Карина Щербакова. В этом году школьники не исполняли обязанности руководителей администрации, но вместе с ними решали важные задачи. Старшеклассникам предстояло узнать, какие цели стоят перед городом в рамках национальных проектов и внести свежие идеи. От вас питаешься позитивной энергией, энергии молодости, перспективности. Для вас нет границ. Вы креативите, вы заряжаете позитивом и хочется творить и работать во сто крат больше. И сегодня я бы не делила нас на школьников и действующих чиновников, потому что у нас много общего. В этот раз дублерами стали ребята, которые уже успели доказать свои заслуги в учебе и приняли участие в региональном проекте «Сотружество двух северных столиц». Прежде чем приступить к насыщенной работе и созданию проектов, старшеклассникам предложили проявить смекалку в игре и построить башни из бумаги. Победителем стал тот, кто построил самое высокое сооружение. Мы с ребятами работали в команде. Было невероятно весело, потому что мы пытались придумать различные способы построения башни. Иногда что-то не получалось, башня падала, но в конце концов вы видите результат. На первой площадке ребята погрузились в национальный проект образования. В регионе появляются современные яркие образовательные пространства. Гимназия – яркий пример модернизации. Теперь в этом году под программу реновации попала и школа номер один. Чем ее наполнить и как обновить, на эту тему предложили подумать старшеклассникам. Я считаю, что раз наука не стоит на месте, то и образовательные учреждения тоже не должны. Образовательный процесс должен проводиться в самых современных условиях, чтобы обеспечить максимальную доступность информации, чтобы ученики смогли не только в теории, но и на практике узнавать что-то новое и применять все знания. Одна из важнейших задач, которая стоит перед органами исполнительной власти – это обеспечение новым комфортным жильем горожан. Только в этом году планируется переселить из ветхого аварийного жилья около 500 семей в четыре новых многоквартирных дома. Дублером предложили продумать благоустройство придомовой территории. Насчет парковок хотелось бы, чтобы они были снаружи, так как это обеспечивает безопасность детей и вообще всех жильцов этого двора. Лабытнанги славятся новыми современными спортивными объектами. В городе созданы все условия для того, чтобы ребята могли становиться чемпионами в разных дисциплинах. Северный характер – один из примеров успешной реализации проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Старшеклассникам предложили развить спортивные направления в рамках школьной программы. «Нужно, я считаю, разбавлять, как говорили девочки, это йога. Это такие виды спорта, которые у нас сейчас имеют успех на международных... Международная арене вот этого спорта – это спортивная гимнастика, как, знаете, наши спортсмены занимали призовые места и не только на Олимпийских играх. Это развитие, в принципе, единоборств». Последней точкой рабочей поездки школьников стал молодежный центр. Ребятам предложили задуматься о том, какой бы они хотели видеть арт-резиденцию в Лабытнанге. А после очередного мозгового штурма дублёрам предстояла ещё одна важная часть насыщенного дня – формирование и защита собственных проектов. Вместе с наставниками школьники обсудили перспективы своих инициатив, а затем представили их на суд публике. Полина Савченко вместе со своей командой выдвинула идею по созданию музыкального арт-пространства для молодёжи. «Идея нашего проекта заключается в том, чтобы сделать арт-пространство, в котором можно будет делать монтаж видеороликов, записывать звук, также там будут места для репетиций и так далее. Идея возникла, потому что мы поняли, что в нашем городе есть музыкальные группы, например, у которых нет места для репетиции, которым негде записывать на профессиональном уровне свои музыкальные произведения». Всего старшеклассники представили проекты по пяти направлениям. Создать в школе зону отдыха для начальных классов, организовать оранжерею или же соорудить в Лабытнанге лесную зону отдыха. Все инициативы молодёжи руководители внимательно выслушали и приняли к сведению. Так, в день дублёра появились идеи, благодаря которым наш город может стать ещё лучше и комфортнее.